12 лет назад у Натальи Фокиной диагностировали рак молочной железы. Во время очередной медкомиссии по месту работы у Натальи обнаружили опухоль. После операции начались осложнения. Женщина практически не могла двигать рукой. Она опухала и болела. Наталья решила пройти реабилитацию в онкодиспансере. Опытные специалисты прописали ей необходимые процедуры. Два раза в год я стараюсь приезжать. Ну и рука она вот стала такой же, которой и раньше она у меня была. Потом вот как мы лечение пройдем, я опять к врачу, опять замеры, выписка. И в выписке написано, что мы должны делать после того, как прошло лечение. Это рукав обязательно носить, когда работаешь, все домашние дела делать. То есть веду такой же здоровый образ жизни. Врачи напоминают, что реабилитация – это многоэтапный процесс, который должен носить непрерывный характер. Для этого в онкодиспансере есть все необходимое. Например, зал гиперборической оксигенации, где пациентов помещают в барокамеру и лечат кислородом под повышенным давлением. Процедура оказывает противовоспалительные, бактерицидные и противоотечные эффекты. Кроме того, в отделении реабилитации работают опытные психологи, которые проводят так называемую арт-терапию, то есть лечение с помощью искусства. Во время творческого процесса пациенты выносят травмирующее переживание вовне. Она вытаскивает человека с того состояния, в которое мы сюда попадаем и впадаем. Мне, по крайней мере, мне она очень помогла. Немаловажны для восстановления после болезни массаж и лечебная физкультура, которые используют на всех этапах противоопухолевого лечения больных. За год через отделение реабилитации Самарского онкодиспансера проходит порядка 6 тысяч пациентов. Реабилитацией мы занимаемся любых нозологических форм, онкологических пациентов, то есть любыми локализациями рака. В борьбе с этими всеми проблемами нам помогает именно, конечно, комплексный вот этот подход, индивидуальный подход к пациенту. Получить помощь могут онкобольные, которые находятся как на стационарном лечении, так и на амбулаторном. Если пациент нуждается в реабилитации, он может взять направление в своей поликлинике у онколога и прийти на консультацию в онкодиспансер, где его осмотрят специалисты и назначат необходимые процедуры для восстановления. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События.